Идея создания исторического романа возникла у Александра Сергеевича Пушкина в 1833 году. Скорее всего, русский классик вдохновлялся работами Вальтера Скотта, о чем позднее писали критики, находившие много корреляций между текстами шотландского прозаика и капитанской дочкой. В этот период писатель работал над очерком «История Пугачева». Он изучил большой комплекс архивных материалов, а затем отправился на Урал, где лично общался со свидетелями важных исторических событий. Все это сделало роман живым, полным подробностей и правдивых человеческих историй. Пушкин буквально погрузился во дворот событий, собрав уникальный материал для своего произведения. Писатель создал целых пять планов романа, чтобы найти оптимальный. Он опасался, что книгу может запретить цензура. Окончательные правки и доработки были внесены осенью 1836 года. Именно такой «Капитанская дочка» дошла до нас. Пушкин боялся, что цензура запретит его роман из-за романтизации бунтовщика Пугачева. А к чему в книге цензура могла бы придраться сегодня? Напишите свой ответ в закрепленный комментарий. По промокоду YouTube вы можете получить скидку до 20% и книгу в подарок. Ссылка на активацию промокода на Литрес в описании. Жанр произведения определяется как исторический роман или повесть. Книга представляет собой мемуары главного героя Петра Андреевича Гринёва. В дневниковых записях он рассказывает о своей встрече с Пугачёвым, о вражде с молодым офицером Алексеем Швабриным и о любви к Марии Мироновой, капитанской дочери. Отец Петра, офицер в отставке, с малых лет отдаёт сына на воспитание своему стременному Савельичу. Когда юноше исполняется 16, его вместе с наставником отправляют на службу в Оренбург. В пути их настигает страшный буран так, что путники теряются, но встречный мужик помогает им найти дорогу до ближайшего жилья. В благодарность Пётр дарит ему заячий тулуп. Из Оренбурга Гринёва отправляют в Белгородскую крепость под начало капитана Миронова. Пётр знакомится с комендантом и его семьёй, а также заводит дружбу с Алексеем Швабриным, которого сослали сюда за дуэль со смертельным исходом. Швабрин нелестно отзывается о дочери капитана, Маше, и Пётр поначалу тоже относится к ней предвзятым. Но вскоре юноша понял – девица Миронова – тонко чувствующая, благоразумная и чувствительная натура. Пётр проникается чувствами к Маше, говорит об этом Швабрину. Однако офицер поднимает друга на смех, оскорбляя при этом девушку. Результатом вспыхнувшего конфликта становится дуэль. Гринёв узнаёт, что Швабрин сватался к Маше, но получил отказ. Во время поединка Пётр был тяжело ранен. Пока юный дворянин был прикован к постели, Маша ухаживала за ним. Между молодыми людьми вспыхнули чувства – Гринёв сделал Мироновое предложение, и она его приняла. Обрадованный влюблённый написал отцу, но тот ответил резко – жениться сыну запрещает, и будет хлопотать о его переводе в другую крепость. Маша, узнав о случившемся, перестаёт общаться с Петром. Она бесприданница и не готова идти против воли старшего Гринёва. Тем временем до Белгородской крепости дошли вести о побеге Емельяна Пугачёва, который поднял восстание и вскоре прибудет с сообщниками в эти места. Солдаты готовятся дать мятежникам достойный отпор, но пугачёвцы захватывают крепость. Комендант, отказавшийся присягнуть преступникам, был повешен, его жену зарубили. Гринёва тоже ждала незавидная участь, ведь он не желал переходить на сторону мятежников. За барина вступился Савельич, упросивший Пугачёва помиловать парня. Емельян узнал своих давних знакомых, которых вывел когда-то из Бурана. Он поразился смелости и откровенности Петра, который не стал присягать ему и отпустил юношу. Машу скрыла у себя попадья, чтобы девушка не стала добычей разбойников. Швабрин, перешедший на сторону мятежников, был назначен новым комендантом. Гринёва отослали в Оренбург, чтобы он предупредил офицеров, скоро Пугачёв доберётся и до них. Вскоре Пётр получает от Маши письмо. Девушка молит любимого о помощи. Швабрин жестоко издевается над ней, принуждая выйти за него замуж, иначе он раскроет повстанцам её личность. Пётр бросается обратно к Белгородской крепости, но по пути вновь попадает в руки Пугачёва. В порыве отчаяния юноша рассказывает Емельяну, что Швабрин обижает его невесту, простую девушку-сироту. По прибытии в крепость Пугачёв застаёт неприглядную картину. Новый комендант держит узницу в чёрном теле на хлебе и воде. Швабрин пытается доказать, что Маша его жена. Когда обман раскрыт, Алексей рассказывает, что она дочь повешенного капитана. Емельян всё равно отпускает Машу и Петра. Гринёв отправляет невесту с Савельичем к своим родителям, а сам остаётся на службе. Пугачёвское восстание набирает обороты, шайки разбойников движутся на Москву. А Гринёва арестовывают за то, что он якобы присягнул Пугачёву на верность. Доносчиком оказался Швабрин, который обвинял своего врага в шпионаже и предательстве. Петру грозит пожизненная ссылка в Сибирь. Недобрая весть доходит до Маши. Она едет в Петербург, чтобы ходатайствовать за любимого перед самой императрицей. Девушка останавливается в царском селе и знакомится со знатной дамой во время прогулки. Маша рассказала новой знакомой обо всех своих бедах и о том, что приехала вымаливать прощение для возлюбленного у государыни. Вскоре за Мироновой присылают карету. Оказалось, что Маша, сама того не зная, беседовала с Екатериной Второй. Императрица помиловала Гринёва и обещала помочь его невесте с приданным. Пётр был освобождён и присутствовал на казни Пугачёва. Бунтарь узнал старого знакомого, кивнув ему перед смертью. Пётр и Маша поженились. Пушкин недаром опасался цензуры. На страницах своего произведения он старался показать неоднозначность человеческой натуры, так что мятежник и головорец Пугачёв получается несколько романтизированным. Он не просто разоряет селение, но ещё и сочувствует влюблённым. Тем временем офицер Швабрин показан закоренелым предателем и подлецом. Роман «Капитанская дочка» стал последним прозаическим произведением Александра Сергеевича. Он поднял целый ряд неоднозначных и сложных вопросов, которые актуальны по сей день. Слушайте и читайте историческую повесть «Капитанская дочка» Александра Пушкина на Литрес по промокоду YouTube в описании.